Все остальные, все его работы, к сожалению, сгорели. И Тукая тоже? Нет, Тукая подожгла немножко, подпортила огнем. Таким Тукая не писал никто. Это одна из последних работ Ильдара Ханова, написанная им за полтора года до смерти. Тукая он увидел в окружении сказок, где на одном холсте Ильдар Ханов сумел воплотить все, и музыку, и живопись, и поэзию. Он создал как Лежея, как Пикассо, такие работы очень мощные. И новые видения мира, как вот Ван Гог, новые видения мира с Гогеном показали, так же брат вот таких фрагментов создал вот эту сказку, сказки Тукая. Практически все творения великого мастера абстракции, в каждую из которых был вложен некий сакральный смысл, были уничтожены огнем. Не удалось спасти и знаменитые серии картин Хиросима, апокалипсис, костер человечества. Но даже восстановить их копии уже вряд ли возможно, ведь каждая из них несла в себе неповторимый отпечаток души художника. Который в свои произведения вкладывал философский смысл восприятия мира. Это тоже уже не оригинал. Настоящий Паганини Ильдара Ханова сгорел, но не в этот раз. После пожара в 1998 году мастер его восстанавливал сам. Картину, которую он написал всего за одну ночь, но до этого 7 лет учился играть на скрипке. После смерти почитатели его таланта скажут, что на скрипке он играл великолепно. Все, что уцелело уже после пожара в апреле 2017 года, когда некому было защитить культурное наследие современности, разорили, растащили, растоптали. В тот роковой день его брат, известный иконописец Ильгиз Ханов был в Москве. Сегодня он признается, что на свете есть вещи пострашнее пожара и вандализма. Я очень сильно сомневаюсь в том отношении, что нужно ли что-то еще созидать в этом городе, потому что то безразличие, которое я вижу, что вообще никакую проблему нельзя решить. Ильгиз Ханов взял на себя это бремя восстановить былое величие объекта храма всех религий, который по задумке его брата должен был стать символом мира и согласия. Но поднимать из пепла объект пока приходится практически в одиночку. Доброжелатели в кавычках то и дело вставляют палки в колеса. Помещение отключили от газоснабжение по причине якобы отсутствия проекта. При жизни самого автора таких проблем не было. Ильдар Ханов пользовался большим авторитетом, безвозмездно лечил и помогал всем нуждающимся. После смерти судьба его наследия оказалась весьма печальной. В храме практически отсутствует условие содержания картин, которые представляют культурную и теперь уже историческую ценность. Очень холодно. Школьники у меня там целый класс один раз пришли и замерзли здесь. Мы их чаем отогревали, фарит тут все им принес. Вот прям вот сидите, они прям забились у меня, как эти вот канарейчики в будочку. Анна Солнечная, мастер по мозаике, в этой мастерской появилась как луч солнца. Обгоревший второй этаж японского зала она вычищала от копоти и сажи сама, не жалея ни сил, ни рук. Мы тут все вместе ее терли, терли. Это все кислотой, потому что не отмывается. Это очень такое прям, очень трудное дело на самом деле. Пальцы все испортились. Теперь к ней сюда на мастер-классы каждый день приходят люди разных возрастов и разных конфессий. Ведь по словам Анны, этот объект принципиально отличается от любых других священных построек. Как и задумывал Ильдарханов, этот храм не предназначен для проведения обрядов и служб. Он должен был стать местом для идей и творчества. Анна верит, что когда-нибудь здесь будет открыта художественная галерея. Заработают выставки современных живописцев и мастерские для всех желающих. Я что заметила, я когда сюда прихожу, время здесь просто растекается. Вроде утро было, да, а так раз посмотрел, уже вечер. Прям теряешься во времени, очень хорошая энергетика. Это было ложе, это было витражи, это были, ну здесь было просто яркое помещение такое, красочное. Очень оформлено, интересно было. Пока еще до него не дошли руки, откровенно говоря, но и средства не дошли. Именно в этом зале при жизни Ильдара Ханова всегда слышался детский смех. Это было самое счастливое время, когда в храме работал кукольный театр. Это помещение пострадало больше всего. Но несмотря на обугленные стены и потолки, туристы, заходя в этот дом, именно в дом, а не в музей, здесь ощущают особую ауру. Последний раз убегает мальчик, остановился, обратно вернулся и пожаловал мне руки. Спасибо большое, мне очень понравилось. Ну вот это самое, 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 это благодарность такая детская. Мы зовем в гости к себе, не куда-то, не в музейное пространство, в котором нельзя трогать. Даже Илья сам говорит, всегда говорит, можно трогать, можно это, смотрите, фотографируйте, пожалуйста. На восстановление одной только крыши, одного только купола ушло свыше 600 тысяч рублей. Это деньги, которые смогли собрать за счет продажи билетов и пожертвований. Других источников нет. В теплое время в храм ежедневно приезжали до тысячи человек. Большая часть это иногородние туристы. Казанцев процентов 3, 5, не более того. За последний год Вселенский храм внесли в туристический казанский маршрут, и это большая поддержка. Если бы Вселенский храм включили еще в реестр объектов культурного значения, тогда бы он попал под защиту государства. Но пока даже идея о статусе мемориального музея зависла в воздухе. Вот официальный ответ Министерства культуры. Согласно федеральному закону об объектах культурного наследия, на государственную охрану могут быть поставлены объекты, со времени возникновения которых прошло не менее 40 лет. В настоящий момент строительство комплекса не завершено, поэтому комплекс не соответствует критериям. Я вижу, например, храм всех религий как место, где соединены в единое целое все культуры и все религии. Учащиеся 114-й школы Казани уже начали сбор подписей с целью увековечения имени Ильдара Ханова, чтобы одна из улиц носила имя человека, которого еще при жизни называли святым. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...